МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ой, я через речковый струё, я восточный струё. Ой, в эти летом и зимой встречаюсь я с тобой. Ой, 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 девочка, жаль, девочки, а я по берегу. Ой, я приходил ко мне за дом, и снова, ой, ой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Центр «Славич» — это центр ремесел, приветственное письмо участникам презентации книги «Русские легенды и сказания». Коллектив «Центр ремесла «Славич» поздравляет Юрия Михайловича Медведева, издательство «Родович» и фонд «Сварок» с созданием новой книги о наших традициях. Спасибо вам за бережное отношение к слову и древнерусским образам, которым сегодня надлежит формировать сознание. Каждая новая книга о культуре славянских народов — это еще один камень в основу нашего национального возрождения, силам, здоровья и настоящего творческого долголетия. Руководитель Центра ремесла «Славич» Столяров Алексей Кириллович и мастера Центра. Сегодня не просто презентация замечательной энциклопедии, впервые издана книга, в которой можно прикоснуться к корням буквально по алфавиту, как мы с вами привыкли. То есть есть энциклопедии в различных науках, а у славян такой энциклопедии не было. И, наконец, удалось это все собрать. И не просто собрать, а проиллюстрировать замечательными работами русского художника Виктора Кралькова. Они представлены здесь, на этих стенах. И я с огромной радостью, восторгом и почитанием приглашаю к микрофону Ирислава Шахова. Это глава фонда «Сварок», без которого бы это просто не могло состояться и воплотиться в книгу. Прошу вас. Дорогие друзья, я очень рад приветствовать вас. Сегодня у нас праздник нашей славянской культуры. И я, как директор издательства, рад показать вам нашу очередную работу. Это плод нашего многолетнего сотрудничества с Юрием Михайловичем Медведевым. Мы очень много лет уже сотрудничаем. И однажды Юрий Михайлович попросил меня красиво издать вот эту книгу. И, как Юрий Михайлович мне потом сказал... Это я, я попросил красиво издать эту книгу. И Юрий Михайлович нам поставил пятерочку. Сказал, очень красиво изданная книга. И сегодня я хотел бы всех, кто сегодня пришёл, посмотреть на эти замечательные картины, послушать песни, послушать своё сердце и сонастроиться с нашей культурой. Потому что у нас огромная-огромная культура. Просто это безбрежный океан. К сожалению, мы забыли очень много, но настает время, и мы начинаем вспоминать. Поэтому этот вечер я посвящаю всем нам, всем нашим родам. И очень хочется этот вечер посвятить Юрию Михайловичу Медведеву, потому что на днях у него день рождения. Поэтому так случилось, так звёзды стали. Сегодня праздник нашей культуры и Юрию Михайловичу Медведеву. Я посвящаю... Друзья, Юрий Михайлович обладает множеством званий и титулов, которые можно легко найти в интернете. И перечисление заняло бы весь наш вечер. Но самое ценное для нас с вами, что Юрий Михайлович настоящий русский человек. Он не просто собиратель сокровищ души русской и русской культуры. Он хранитель, он приумножитель этого всего. И с огромным трепетом я приглашаю к этому микрофону человека, человечище, да, Юрия Михайловича, который собрал нас здесь на то, чтобы нам дать в руки то, что мы можем передать своим детям, своим потомкам, для того, чтобы они стояли на основе кордости своего генотипа, чтобы они знали нас, да, и наших предков. Поэтому радуюсь. Юрий Михайлович, расскажите. У меня сегодня двойной праздник, знаете. Во-первых, вот мой 36-й альбом издал Ерислав. Это лучший альбом из моих 36 альбомов. А Белый город вот издал славянские видения светлой памяти художника Константина Васильева, основателя школы мифологии славянской. Я сегодня купил эту книгу за 35 тысяч рублей. Вот так бывает. Они делают в месяц по одной книжке, и мне не скоро достанется мой гонорар, и художникам сумасшедшим. Здесь открывается Константина Васильева, есть Витя Корольков, есть Севолоз Иванов, вы его знаете, есть Борис Ольшанский, есть Андрей Клименко. Наши лучшие художники, возрождающие славянские дали и выси. В 1872 году под Киевом, в местечке Триполье, так примерно полусотни километров от Киева, наконец разрыли один из 150 курганов. Под ним оказалась Трипольская культура. Откройте в интернете музей Трипольской культуры, и там вы узнаете, что 6-7 тысяч лет тому назад уже прославянская цивилизация бытовала на наших просторах. Люди ловили рыбу, земли пашествовали, воздействием делом занимались, любили друг друга. Дома у них были двухэтажные, с круглыми окнами, и у них они знали уже колесо. Вот инки, например, не знали колеса, да? А вот они знали даже уже в ту пору колесо. Это было до гибельских пирамид, это было до древнейшей китайской культуры, до культуры между Тигром и Ефратом в Месопотамии. Так далеко уходит за горы времен наше славянское сообщество. Ну, это про Аркаим, где был наш президент, вы знаете, там целая сеть таких городов. Тот, кто был в Италии, возможно, побывал, скажем, в Геркуланаме, ну, в городе, засыпанном Везувием тысячи лет тому назад. Там люди погибли, а на стенах, на стенах Помпеи сохранились бытовые картины тех времен. Люди купаются с дельфинами, пиршествуют, обнимаются. Наша цивилизация деревянная, от нас ничего не осталось, дерево недолго живет. Но если бы в ту пору была бы живопись, как сейчас, то мы любовались бы жизнью наших предков, отдаленных от нас на незримые просторы истории. И вот, когда я в литературном институте прочитал трехтомник Афанасьева, поэтические обозрения славян на природу, я понял, что это наша Махабхарата, наши исландские саги, наш Бео Вульф, наша славянская мифология. Они выходили в 1865-69 году и с тех пор не переиздавались. Это понятно, поскольку, скажем, церковники, они относились и относятся очень осторожно к дали нашей истории, где еще не было Христа, хотя, например, Папа Римский считает, что, скажем, римская мифология и греческая мифология это то, что было до Иисуса сладчайшего. Они как бы к себе это все присоединили. А вот у нас, значит, вот на выставке, там говорят, что мы были дикарями тысячи лет назад, жили под землей, обертывали шкуры, и наши детей бросали в хостры. Это говорят неучи, которые не читали тех сток книг, которые я переименовал в славянских видениях. Ну, серьезные книги, там, Афанасьева, Потемни, Бориса Александровича Рыбакова и многих других, не только наших, но и польских, немецких, так сказать, там, исследователей старины. И вот тогда я вознамерился, подготовил это издание, стал предлагать издательство, но получил отворот-поворот. В ту пору не в чести была русская старина, в политбюро не было русского человека, был только кандидат в политбюро Петр Нилович Демичев. Так я мыкался, лет года, наверное, три или четыре, пока, наконец, не помог одному серьезному человеку довести до ума его роман о русской разведке начала прошлого века. А он, Игорь Алексеевич, оказался помощником Андропова по политбюро. И когда книга вышла «Молодой гвардии» в издательстве в серии «Стрела», он хотел меня как-то отблагодарить. Я сказал, помогите мне издать политические воззрения. Он через месяц звонит, говорит, моих сил не хватает, но давайте я сделаю свидание с Юлием Владимировичем. И вот в 81-м году я 7 минут на третьем этаже в КГБ говорил с глаза на глаз в присутствии Игоря Алексеевича с Андроповым. Я написал эту историю, она уже не раз цитируется. Я не знаю почему, может, по наущению славянских богов, но уже не так долго жить оставалось Андропову, но он нажал на нужную кнопку и меня приняли с распростертыми объятиями в госиздате России. И так в 82-м году в издательстве «Современник» вышла книга «Сокращенные издания древа жизни», которая до сих пор достойная для нашего студенчества, и она потом много раз переиздавалась. В ту пору одна книга, две выходила на тему славянской мифологии. Теперь выходит 200 примерно книг каждый год. И вот я стал ждать, когда небеса пошлют наконец на русскую землю художников, одаренных родовой памятью. Научиться вот этому, то, что вы видите, гениального Королькова, невозможно. Этому не учат ни в Академии императорской в Питере, ни у Глазунова, ни в Суриковском. И вот наконец, когда явился Константин Васильев, я понял, что что-то сдвинулось из-за полога небес, показался такой гений. Но он прожил всего 35 лет и был трагически убит. Вслед за ним появился Витя Корольков. Я его встретил на Рбате. Он продавал две картины. Я понял, что он гениально одаренный молодой человек. И вот мы с ним договорились сделать 100, а потом и 300 картин на тему славянской мифологии. И вот за 20 лет было создано примерно 300 картин Витя Королькова. За книгу Руслана Людмиловна мы с ним получили Пушкинскую премию. «Принц смерти» он написал «Вечеря на хуторе в Близди Каньке». Он недавно вышел в Белом городе. И сделал картины сказки о купце Калашникове Лермонтова с песней про Калашникове. Он умер 45 лет трагически, к сожалению. Но картины его издаются и переиздаются. В интернете тысячи восторженных отликов. В Москве в Маломане же была выставка. Там за два дня пришло 4000 человек. Два раза в музее Москвы были мои выставки славянской мифологии. Приходило по 500-600 человек. Музей современного искусства за год столько не приходят. Потом правительство Москвы два года назад меня послало в Париж в штаб-квартиру ЮНЕСКО. Там у меня было 200 работ. Вот они висели. Только в этом году эти картины были на Филиппинах по приглашению президента, а потом переехали в Египет, в Александрию. То есть они живут и в сознании людей, у которых нет мифологии. А у большинства народонаселения Москвы своей мифологии нет. Например, у арабов нет мифологии как таковой. Она вся сметана. Арабам нельзя рисовать даже живых существ. И евреям тоже запрещено. А вот у нас все это можно делать. Вы спросите, почему так красивые женщины вот на этих картинах и не только на этих, вот в этих альбомах, во всех. А вот почему. В свое время в городе Нанти во Франции я получал премию за славянскую мифологию, когда меня спросили на заключительном торжестве, что я думаю о соотношении красивых женщин во Франции и в России. Я сказал, в одном московском троллейбусе красивых женщин больше, чем во всей Франции. Тогда зал сзади, потом они захлопали, а в конце этого зала мне дали премию 2000 франков, тогда еще франки были, вот за самый остроумный ответ года. Но на самом деле наши женщины, они жены олигархов всего мира, вы знаете, вот богам было угодно, чтобы самые красивые женщины были у нас. Чего я хочу? Я хочу, чтобы в Москве, именно в Москве, а не в Минске, куда меня приглашали, и не в Киеве, куда меня до сих пор приглашают, открыть музей славянской мифологии. За эти годы, начиная с 84-го примерно года, вот за четверть века уже по существу, я собрал 500 картин, не только такого формата, он был иллюстратор, видите, Андрей Клименко, есть работа 2 метра, на 3 метра, он жил, мой ученик, он жил в Америке 10 лет потом, значит, вернулся сюда. Борис Альшанский, вот там вот есть его альбом «В Белом городе», в городе изданный, я им предложил его, он живет в Самбове, все вот Иванов, он живет в Твери, в интернете тоже, так сказать, множество восхитительных отзывов о нем, то есть слава Богу, что наконец нашим детям, прежде всего, и младым людям есть возможность посмотреть за горы времен и посмотреть, какой восхитительной жизнью жили наши далекие сверхпредки по существу. Так что я вас всех приглашаю на открытие Музея Славянской Мехологии, если придет, если удастся подоститься к новому мэру Москвы. Сталий уже склонялся к этой мысли, но не успел склониться до конца. Скорее всего, музей будет в нынешнем музее Москвы, это Метропарк культуры, вы знаете. Так что у меня была выставка в Японии, там я записал такое изречение японское про наших женщин, вообще про женщин, наделенных красотой. Эта женщина никогда не выйдет из зеркала красоты. Вот русские женщины все такие. Так что скажу в заключение, жить придется долго. здесь я хочу представить поэта Николая Уханова. Вот, знаете, ну, поэтов много, но немало поэтов, влюбленных в наше прославянское прошлое. У него тоже есть дивные стихи на тему нашего прославянского прошлого. Но самое главное, у него есть редчайший дар писать любовную лирику. У нас из тех, кто писал любовную лирику, ну, конечно, назовем Сергея Есенина, ну, Степана Щипачева, Исаковского. На пальцах одной руки можно пересчитать поэтов, которых боги сподобили писать любовную лирику. А вот Николай Уханов умеет и любит писать любовную лирику. Где Николай Уханов? Здесь. Лирику любовную я умею и люблю писать, это верно, Юрий Михайлович подметил, но к этому вечеру я подобрал несколько стихов, которые в полной мере касаются сегодняшнего настроения сегодняшнего нашего внимания, которое уделено древнерусской культуре, традиции, нашим предкам, богам, славянское поле информационное. Этому и будут посвящены несколько стихотворений. Реликвия. Копье обломано в кровавой схватке, но пращур славный мой опять в седле, повержен враг его на две лопатки, лежит пронзенным он в сырой земле. Храню копье, священную реликвию, с ним пращур рода поединщикам блистал, к нему другой я наконечник выкую, и засияет вновь булат от сталь, и если вдруг придет такое время, что враг с оружием опять заступит Русь, нога моя стримглав отыщет стремя, я в этом моим пращурам клянусь. И вот пришли они, но их оружие, коварство, ложь, обман, навет и лесть, мы все видали, но такого друже в веках не знали мы не в силах перенесть. Я вижу оком и пылает сердце, как враг коварный в кровь терзает стан моей Руси не раз бивавший немцев и каждый русич в ней как партизан. Как мало нас осталось славяне, что рода славили во все, во все века и наши пашни топчут басурмане, вороны серые тут каркают пока. Но верю твердо я, что наши боги сварок творец, перун и световид и в велес бог свои протрубят роги и стая серая та в пекло угодит. Расчешут волосы прекрасные славянки, что цветом светятся золотистые ржи озерных глаз их. Васильковые приманки к себе поманят нас, только держись, но мы не дикое в веках бесовье племя. Мы правим свадьбы все, как род велит, и верю я, настанет наше время. К нам финист ясный снова прилетит, как мало нас осталось, славяне, как разметали нас святую Русь в споров. Ответ до времени хранится где-то в тайне, он за печатями сокрыт чужих богов. Покуда те, кто прежде славил рода, причуждым господом крестясь, склоняют лбы, до той поры не видеть им свободы, как были и есть, так и останутся рабы. Лютый бой. Лютый бой, славянский бой, поведи нас за собой, ты надежен, скор и крут, имя тебе русский лют, ты молния и гром, ты и буря, ты шторм, грозен точно ураган, беспощаден ко врагам, разметаешь пух и прах, бесом ты наводишь страх, сам как смерч, ты врагам приносишь смерть, сам для зла неуязвим, словно рок неумолим, лютый бой, славянский бой, ждет победа нас с тобой. отряд расколота ночь молнией светом и ливень сшибает сухую листву, в засаде не спит, затаившись секретом, отряд славных воев, припав на траву, мечи их крепки и остры точно бритвы, в могучих надежных и крепких руках враги их не раз уже были побиты, да новые силы собрали на страх отряд невелик, но в духе их сила и в вере в единых по крови бойцов им стойкость победу всегда приносила и вера родимых дедов и отцов темна эта ночь и черные тучи опять над отчизной нависли волной нет доли другой которая лучше чем доля защиты земли дорогой и вот отгремели глухие раскаты из запада полная вышла луна врагам не уйти от суровой расплаты им золото нам лишь победа нужна победа и вольные русские земли поля и леса луга и холмы здесь пращуры наши когда-то осели по праву по сей день живем здесь и мы их топот копыт мы услышали рано когда первый луч озарил вдруг траву и в каплях росы семь цветов заиграло мечи наголо а трубач взял трубу трубил он отменно и ржали их кони от страха своих побросав седоков сверкали мечи словно отблески молний отряда умелых лихих смельчаков рубили мечи и щиты их трещали не в силах держать хоролужную сталь мы велись как пращуры нам завещали без страха в душе и не смея устать настал перелом и над яростным полем вскружил ясный сокол расправив крыла ту битву сейчас я так явственно помню победа нам в грудь словно воздух вошла и солнце в зените нам ярко светило пришла долгожданное чудо пора всю Русь и вселенную всю огласила победная русская наша ура благодарю за внимание а то я не сума страна живет пока рождается приходит в мир граждане этой страны приходят люди и когда-то точно так же в мир пришел человек благодаря которому мы здесь собрались я говорю про Юрия Михайловича и подарок подарок в настоящем русском стиле прошу чарочка моя серебряная на золотом ледичке поставленная кому чару петь кому здорово быть петь чару юрию на здоровье на здоровье Михайловичу чару но не леется ни травой стелаются наши войны и руки приклоняются за жутбила прокричим ура 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 а похватить петь однажды дело все в том что знать свое и беречь это очень верно но нужно пользоваться современными технологиями да то есть самый лучший стрелок из лука всегда проиграет плохому стрелку из пушки да и сейчас сейчас да в связи с этим мероприятием были использованы эти современные технологии был объявлен конкурс кто больше всего распространит информацию о том что славяне есть русы есть что будет такое мероприятие и здесь все было очень честно потому как можно посчитать сколько было ссылок я с радостью приглашаю сюда замечательную девушку которая выиграла этот конкурс Светлана Адутова прошу ее приветствовать и совершенно справедливо что она будет первым обладателем замечательной книги и вручает тот человек который создал эту книгу по нашему обычаю книга вручается при троекратном целовании пока свершается таинство подписи книги поэтому можно было любопытствовать какие же слова каждое слово является очень мощным и оружием и инструментом все сбудется когда люди друг друга пишут пожелания с чистого сердца это всегда сбывается а я хочу рассказать про эту книгу что действительно она будет очень нужна и родителям и нам самим потому как впервые дан рубрикатор можно узнать кто такой Змеулан кто такой Домоволь кто такая Баба Ига что такое Камень и Латы очень многие вещи у нас сохранились в сказках мы очень многими словами оперируем забывая их смысл даже не знаю не то что забывая просто его не зная вот в этой книге можно посмотреть а что же это такое что же какова суть и плюс ко всему очень даны яркие образы художником Виктором Кральковым в этой книге поэтому у всех есть такая возможность сегодня стать первыми обладателями этой книги принести домой такую радость такую большую ценность нас с вами будет еще потом ждать экскурсия по нашим картинам здесь представлены картины одного художника Виктора Кралькова о котором мы уже говорили и совершенно молодого Петра Скляра вот здесь у работы мы потом о них подробно подробно поговорим давайте еще аплодируем Светлане потому как в отличие информации вот я написал Павелия Дутова был таман Дутов великий человек Светлане Дутовой в день когда зайцы поменяли серые шкурки на белые что-то скажете Светлана я скажу кратко как завещали наши предки жизнь в гармонии с природой в ладу по совести все слава и теперь слово певучее слово звучащее и я с радостью еще раз представляю глухую Валентину Васильевну в центре месел Славич с ее учениками АПЛОДИСМЕНТИНО Субтитры подогнали Симон. 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 А теперь красна напевать станем. Ой, тук, нит не порвите. Не бойтесь, девки. Здорово, Кострима. Здоровенько. Что делаете? Откать будем. Ну ладно. Здорово, Кострима. А здоровенько. А что делаете? А вот соткал холстинку, погляди, как ополучил. Ой, рукодельно. Пришлась по берду. Кострима, Кострима, государыня моя, Кострима, 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 кесе с молоком,то в костровшке плены сварагам. Здорово, Кострима! Здоровенько. А что делаете? А по обеду Неня же мой отдыхать. Ну ладно. Кострима, Кострима, в костровшке плены сварагам. Здорово, Истрема! Ой, здоровенька! А что делаете? А вот глянь, надо о做 да приболел, трясешься. Ой, ну ладно. Здоровая Истрема, государственная моя, Гострема, у костр pag emote киси с бафом, О костром, ты пленный из quase конь. Здорово, Истрема! Здоровеньку. Что делаете? А вот болел, болел, да померла. Ну ладно. Здоровая истрема, государственная моя, Здорово Стримов! Здоровенько! Здорово, Стримов! Здоровенько! Здоровенько! А что делайте? А вот болела, померла была. А теперь скачу да попрыгаю. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok